Всем привет и добро пожаловать на мой канал! И это влог от Skyler! И сегодня я вам покажу, как будет происходить мой переезд. Как вы все знаете, я съезжаю со своей квартирой, потому что у меня здесь очень плохой сосед. Конечно же, вы все знаете, что это Глория, и жить с ней по соседству просто невозможно, поэтому я решила переехать. Как вы видите, сзади меня много коробок, большую часть мы уже отнесли вниз, и помогает мне в этом, конечно же, чел, имени которого никто не знает. ЧЕГО?! Да откуда у тебя столько коробок? Ты тут всего месяц прожила! Еще и чемоданы целые! Skyler, ты просто надо мной издеваешься, я уже устала это все носить! Чел, ну совсем немного осталось. Это просто какой-то кошмар, я что, в грузчиков нанимался или что? Мне надоели твои вечные переезды! Почему я должен все это носить? Оу, ребят, мне что-то даже жалко его стало. Ну, ладно, мне осталось собрать мою последнюю коробку, сюда я буду складывать вещи, которые здесь по мелочи у меня остались. Тут осталось вот совсем немного, буквально несколько предметов. На кухне вот совсем ничего не осталось, потому что я все собрала. Тут я собрала тоже все вещи, остались какие-то мне уже не нужные, я решила, что оставлю это все тут. Поэтому хозяйка квартиры, если захочет, может оставить их себе или же выкинуть. Отсюда я только заберу домик Мэйли и ее любимую игрушку. Ну и понятное дело, что Мэйли я тоже заберу. Так, у меня в коридоре еще осталось несколько вещей, которые я хочу забрать. Это вот эти красивые цветы. Кстати, посмотрите, у Глории все так и осталось украшено точь-в-точь, как у меня. Даже как-то жалко ее стало. Как же она будет украшать свой подъезд без меня? Наверное, ей придется придумывать свои идеи. Так, вообще-то эту идею придумала я. Ё-моё, ты откуда так быстро вылетела? Да, впрочем, не важно, чем ты там занимаешься. Праздну твой уезд. Теперь я буду жить тут одна. И мне будет гораздо лучше без тебя, я же говорила, что ты проиграешь. Да, 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 мне тоже будет гораздо лучше без тебя. Все, ладно, давай, пока у меня есть другие дела. Эй, стой, я еще не договорила. Ой, ну и пошла ты. Кстати, ребята, посмотрите, какая у меня есть переносочка для Мэйли. Она очень милая, красивая, классная, а главное, удобная. Я еще не показывала ее Мэйли, давайте сейчас покажем ей вместе. Кстати говоря, я часто вижу комментарии от вас по типу, а жива ли вообще моя Мэйли? Ребят, ну конечно, жива, она просто постоянно спит. Она у меня любительница поспать. И если честно, я ее в этом полностью понимаю. Давайте ей сейчас покажем ее временный домик, надеюсь, он ей понравится. Хотя ей любое место понравится, если там можно поспать. Скайлер, у меня уже просто сил нет носить эти твои коробки. Когда они закончатся? Их просто бесконечное количество. Я на такое не подписывался, а еще и врезался в дверь твою тупую. Так, ребята, это все, конечно, очень грустно, но нам пора вызывать такси. Ну что ж, ребята, мы уже стоим на улице, мы вынесли все, ну точнее, чел вынес все коробки, все вещи, все чемоданы. Мы сейчас ждем такси и будем грузить это все в машину. У меня уже психика этого всего не выдерживает! Ну что ж, ребята, я на пороге своего любимого, родного, известного всем вам дома. И сейчас буду заходить, как обычно, с ноги. Привет, семья! Добро пожаловать домой! Чтобы я еще хоть раз в жизни участвовала в ее переездах, да ни за что и никогда! Я уже не могу таскать эти бесконечные коробки с ее вещами! Чел, ты огромный молодец, тебя понимаю, я дальше справлюсь сам, можешь отдыхать. Ну, наконец-то, впервые за этот день у меня слезы радости и счастья! Вы лучший папа в мире, хоть и не мой, но вы лучший! Так, ну давай посмотрим. О, боже, ты что, реально эта выезжа сюда приперла? Пап, он часть моей семьи, будет жить с нами. Только не говори, что это животное будет жить у нас. Я только что это и сказала. Нет, будет жить тут на крыльце. Скайлер! Ну что ж, ребята, в моей комнате сейчас нужна большая генеральная уборка, потому что там целый месяц никто не жил и там очень грязно. Ну и пока что туда заносит папа все мои коробки на второй этаж. А мы тут пока что сидим, отдыхаем и болтаем. Ну что ж, вот такой небольшой влог у меня получился. Надеюсь, что он вам понравился и вам было интересно смотреть, как происходит мой переезд. Мне теперь предстоит, как я и сказала ранее, убраться в моей старой комнате, которую я хочу по-новому обустроить. Ну и, конечно же, расставить все свои вещи. Пока что там не очень красиво, потому что уже вся мебель там старая. Нужно покупать новую, расставлять все по-новому. Так что этим я и буду заниматься в ближайшую неделю. Ну а я хочу напомнить вам про существование моего телеграм-канала. Я выкладываю туда очень много всего интересного, так что обязательно переходите по ссылке в комментариях или в описании и подписывайтесь. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Какой хороший день. Чтобы подарить какашку. О, да. Именно поэтому я и скучала, пока жила отдельно от вас. И тебе, Хлоя, доброе утро. Это подарок тебе. Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь и не буду его трогать. Но я так старалась. Я так долго лепила. Но в этот раз не из пластилина. Ну что, ну вот тогда я тем более не буду этого касаться. Я положу ее тебе на кровать. Нет, Хлоя, ну нет, остановись. Нет. Хлоя, а ну-ка быстро забери это. Скайлер, ну это же подарочек. Так, ну все, я тебя сейчас догоню и тебе точно не забровать. Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Лучше беги отсюда, пока не стало поздно. Ой, как страшно. Ты что, реально побежала? А ну-ка стоять. Нет, 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 стой, нет. Да вот, блин, ну и ладно, я тогда по запасной лестнице побегу и раньше тебя внизу окажусь. Хлоя, берегись. Ай, папа. Эй, а можно поосторожней, гонщик нелегальный? А, валим отсюда. А ну стоять, креветка мелкая, я тебя сейчас догоню. Да е-мое, вы меня чуть с ног не сбили. Так, а что тут происходит? Берегись! Хлоя, я тебя все равно поймаю. Мам, дорогу! Девочки, вы сейчас уроните все, что я держу в руках. Это все Скайлер виновата. Ах, еще и я, значит, виновата? Ну все, теперь я тебя точно догоню, мелочь пузатая. Что тут происходит? Это погоня за опасным преступником. Какая погоня? Какой преступник? Да дайте мне досмотреть, чем закончится эта схватка. У нас дома преступник. Где он? Я уже взял оружие. Стив, откуда у тебя бита? Нашел на чердаке. Как ты будешь с ним сражаться? Не зря же я в детстве ходил на рукопашный бой. Ты сходил туда всего один раз. Ты же ничего не умеешь. Бездарный. Этого достаточно? Нет, Стив, я тебя туда не пущу. Это опасно. Нет, мама, ты не понимаешь, я должен их спасти. Ты что, полюбил своих сестричек и готов за них заступиться? Это очень мило. Скайлер мне должна 6 тысяч, а Хлоя должна 14, поэтому я достану их оттуда живыми. Так, стоп. Ты меня не остановишь. А ну-ка стоять. Они в секретной комнате нашего дома. Давай, давай, хватай ее, ты сможешь. Ну все, креветка мелкая, ты сейчас в тупике. А вот и нет, ты меня не достанешь. Скайлер, Хлоя, я вас спасу. Стой, дальше нельзя. Так, на что Хлоя потратила 14 тысяч? А ты откуда знаешь? Ого, тут какой-то сейф надо открыть. Бау, это за какая-то кнопка? Нет, Хлоя, не нажимай ее. Да, случился полный трэш. Теперь вы знаете, почему эта комната была секретной. Я не понимаю, зачем вообще вам нужна эта кнопка? На случай зомби-апокалипсиса. Сорян, не знала. А где преступник-то? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И мы переехали. И это влог о нашем переезде. Если вы смотрели предыдущую серию сумасшедшей семейки, то знайте, что наш прошлый дом Хлоя случайно взорвала. И снова я участвую в этом говне... Чел, ну ладно тебе не злись, ты же просто помогаешь нам. Я таскаю тысячу ненужных тебе вещей. Я как могу быть спокойна? Ты давно могла бы выкинуть хотя бы половину, чтобы мне было полегче. Но нет, ты все перетаскиваешь из дома в дом. Все, чел, хватит бубнить, идем в мою комнату. Итак, мы на месте. Вот моя чудесная комнатка. Тут уже у меня есть несколько вещей, потому что мы начали таскать вещи с самого утра. Вот именно, Скайлер. А я мог быть дома и играть в приставку или в компьютер. Но нет, я таскаю твои вещи. Чел, ну ты понимаешь, что все это мне нужно? Что тебе нужно? Вот это? Что это? А, почему так темно осталось? Сними это с меня, сними! Чел, ну ты совсем дурак, что ли? Ты маска для сна, надевается на глаза и не мешает тебе свет спать. Вот и все. Что-то не видела я, чтобы ты спала в таком и не уверена, что тебе это нужно. Чел, теперь нужно и теперь я буду в этом спать. Даже положу это около своей кровати. Окей, а теперь ответ на вопрос. С каких пор ты носишь шляпы? Ну, с этих и ношу. Скайлер, ты с каких с этих? Ты ободок с говном не снимаешь никогда со своей головы. Какие тебе шляпы? Чел, давай, пожалуйста, ты не будешь что-то стерить. Посмотри, у меня красивые шляпы, которые я теперь буду носить. Нет, Скайлер, я знаю, что носить ты их не будешь. И они, как и половина твоих вещей, будут бесполезны лежать и пылиться на какой-нибудь бесполезной полке в твоей новой комнате. Окей, со шляпами понятно. А это что за сумка? Тут лежат мои новые купленные вещи. Посмотри, какая красота. Вот такой костюмчик и вот такой... Стоп, он застрял. Он не достается, чел, помоги, что мне делать? Сумок поменьше покупать. Слушай, а почему в твоей чудесной комнатке нету даже места под шкаф? Куда ж ты тонусовых вещей складывать собралась? А, ну вот, в эту корзину для белья. Но она для грязного белья. А у меня будет для чистого. Понял, вопрос сразу снимается. Кстати, вот ты спрашивал, почему же мои сумки такие тяжелые? Вот смотри сам. Вот тут мой бокс косметики, например. Тут у меня еще лежат духи. Такой вот красивый цветок в горшочке. Это нужно для интерьера. Боже. Так, ну вот, у меня тут еще свадебное платье осталось. Не знаю, откуда оно у меня и зачем, но мне оно нужно. Вдруг у меня скоро будет свадьба. Скалер, ты дура. Так, сейчас покажу, что у меня вот в этом чемодане. Ой-ой-ой-ой. Скалер, что это за ужас? Так, это вообще секретный материал был. Я его спрячу вот в эту сумку. Мы ее закроем и никто никогда, кроме меня, ее больше не откроет. Так, окей, сделаю вид, что я это не видел. А зачем тебе твоя контрольная с пятого класса? Так, ну-ка дай ее сюда. Она очень эстетично выглядит. Вот зачем она мне нужна. Скалер, это уже реально какой-то дурдом. Я ухожу. Ха, сутка вы меня еще покормить должны за то, что я вам тут вещи таскаю. Все, чел, все мои вещи не бесполезны, и ты не прав. А вот пойдем и посмотрим, какие вещи перевозят твои сожители, и я докажу, что я прав. Окей, пойдем посмотрим. Так, ну я тут взял с собой биту, чтобы, если что, обороняться от преступников. Ну, что тут у меня еще наушники мои любимые, какой-то вот костюм, не знаю, положу его вот сюда в шкаф. Ну и растения, чтобы, не знаю, поставлю здесь. Два мяча, тоже уберу их в шкаф. Ну, в принципе, и все. Почему так мало вещей? Я же тебе говорил, не то, что ты. О, хорошо, что ты сюда зашел. Там с первого этажа надо кучу коробок Хлойных сюда привезти. Лучше бы я сюда не заходил. Очки. 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 Блокнот. Ручка. Блокнот. Блокнот обоссанный. Лупа. Карандаш сломанный. Костюм мыши, на всякий случай. Платье. А ты тоже на свадьбу собираешься, я смотрю, да? Мишаня. Канцелярия. Плавки типа. Ну и одежда. Короче, тут все нужное. Короче, я понял, у вас это семейное. Хлоя, я притащил все твои долбаные коробки и теперь я жду логического объяснения, что это за вещи внутри них. Боже, что это и зачем тебе это? Ну, это костюмы. Смотри, клево, да? Нет, Хлоя, это полная дичь, не стоящая того, чтобы я ее сюда таскал. Короче, ясно, после этой коробки меня уже ничего не удивит. Хлоя, что это? Все то же самое, только в новогоднем стиле. Хлоя, ты реально отбитая или как? Это мой домик для пыли. И кто там живет? Пыль. Вот она моя хорошая. Что-то никого не видать. Она еще совсем ребенок. Фу, Хлоя, выкини, это что, оно живое? Да, это мой домашний кусок пыли. И я эту сюда притащил, мерзость. Не слушай его, пылинка, он дебил. Опа, это моя шляпа пиратская. Так, окей, с пылью я смирился. Что у тебя в этой коробке? Рыбка? Откуда у тебя рыба в аквариуме? Да так недавно завела. Жесть, и почему я не знал об этом? Ладно, а в следующей коробке у тебя что? Аксолотль. Какой, блин, аксолотль? Ты где его взяла? А это Кеша. Какой, блин, Кеша? Ну, это мой побывай. Хлоя, все, дай мне уйти. Не открывай больше ни одной коробки. Я больше не хочу знать содержимое твоих коробок. Да ладно, чуть-чуть осталось. Откуда у тебя морж в аквариуме? Ты что, реально пират, что ли? Так, все, с меня хватит. Это какое-то безумие. Что у тебя здесь? Это, это тоже пиратские штучки. Так, а это? Это что, миска Гэри? Ха, еще скажи, что у тебя тут улитка Гэри из мультика Спанч Боб есть. Я тогда в психушку поеду. Буду думать, что с ума сошел. Так, ну все, с меня точно хватит. Я сваливаю отсюда! А вы в курсе, что у вашей дочери там Аксолотль? Да и ладно Аксолотль, у нее там морж в аквариуме. Эээ, чел, мне кажется, ты переработал. Вы что думаете, у меня галлюцинации? Чел, успокойся, иди отдохни лучше. Мы дальше сами. Так идите, посмотрите, у нее там морж настоящий, живой. Сберите его. Эээ... Да я вам серьезно говорю, почему вы мне не верите? Отлично, вы еще и думаете, что я сошел с ума. Все, с меня хватит. Я больше не могу находиться в этом доме. Я домой. Да, вы были правы. Надо ему дать отдохнуть от наших переездов. Бедный чел, уже совсем с ума сходить начал. Поэтому переезжаем в мой телеграм-канал с самыми классными, интересными, красивыми и одновременно тупыми постами. Ссылка в комментариях и в описании под этим видео. Жду там каждого. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. И все равно переходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там также есть чат, в котором я часто с вами общаюсь. Если не верите, то проверьте сами. Всем до новых встреч! Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я проведу вам рум-тур по нашему новому дому. Мы уже разложили все наши вещи, обжились тут, так скажем. И именно поэтому я готова провести для вас рум-тур, в котором я вам покажу, как же вы все в итоге обустроили и обжили. А еще я немного болею, так что не обращайте внимания на мой голос. Ну а я уже предлагаю начинать, потому что наш дом невероятно красивый, и он мне очень нравится. Конечно же, сначала я покажу вам прям вход. Сейчас мы с вами выйдем на наш передний дворик. Тут у нас, в принципе, ничего интересного. Большое дерево с какими-то лазилками, видимо, для Хлои. Еще здесь красиво поначалу светятся фонарики. Небольшой фонтальчик, растения, коврик, ну вообще все как обычно. Далее мы попадаем в нашу мега уютную прихожую. Здесь у нас висят все наши ключи. На этой доске мы оставляем друг другу какие-то заметки, какие-то рисунки, послания, ну или же какие-нибудь себе напоминалки, например. Тут у нас стоит всякая всячина для того, чтобы было красиво. Вот на этом мягком диване мы садимся, переобуваемся. Вся наша обувь, кстати, хранится вот в этом комоде. Проходим чуть вперед, и тут у нас небольшой коридор и лифт, который нас отправит до следующей этажи, но пока что мы идем прямо. Далее у нас тут наша небольшая гостиная, в которой мы все собираемся по вечерам и ругаем Хлою. Ладно, шучу. Также, когда к нам приходят гости, мы тоже всегда все вместе собираемся в этом зале. А если кто-то захочет остаться на ночь, то мы можем вот так вот здесь разложить диван. Мы отодвигаем еще обычно стол, и гости у нас ночуют вот здесь. Но все гости, кроме чела, имени которого никто не знает, потому что чел ночует прямо вот на этом столе. Далее мы попадаем на мое любимое место в доме, конечно же, на кухню. Кухня у нас достаточно просторная, такая большая, место под все есть. Вот тут у нас комод, наша посуда, здесь у нас тоже что-то лежит. Духовка, посудомойка, кофеварка, холодильник. В общем, все как у людей. Здесь у нас зона, на которой мы как раз-таки чаще всего и готовим. Это такой стол, так назовем, для готовки. О, кстати, смотрите, это ромашковый чай, который я завариваю и пью по вечерам, чтобы успокоиться. Потому что меня часто все бесят. Ну и в конце у нас, так скажем, обеденная зона. Тут мы все кушаем. За этим столом как раз пообещается 5 человек. Но если надо, то впихнем и больше. Так, народ, а теперь самое интересное. Это наш задний двор. Ну это просто какое-то великолепие. Это реально что-то с чем-то. Да это просто шедевр. Посмотрите, сколько тут всего есть. Я просто обожаю тут по вечерам собираться со своими друзьями, с родственниками и так далее. Короче, тут вообще очень супер-пупер классно. Я думаю, что скоро я запишу вам влог про то, как проходит наш вечер. И вы увидите, что творится на этом заднем дворе. Кстати, к Хлое скоро должны прийти ее подружки и дозачевку. Поэтому я думаю, она застимет, что тут будет твориться. Подписывайтесь на мой канал, чтобы этого не пропустить. Ну а мы с вами приступаем уже к обзору второго этажа нашего дома. Итак, первым делом мы опять попадаем в небольшой коридорчик. И сначала мы с вами свернем направо. Это просто невероятно красивая и светлая ванная комната. Посмотрите, насколько тут все красиво оформлено. Тут реально очень много всяких прикольных штук, по типу бомбочек для ванны. Красивые разноцветные полотенца, небольшой холодильник для хранения всего, для ухода за лицом. Я, когда просыпаюсь, первым делом бегу в ванну и ухаживаю за своим фейс. Поэтому утром ванна всегда занята на 2 часа, и об этом знает вся семья. Они уже привыкли. Тут у нас всякая всячина лежит. Здесь мы, конечно же, умываемся. Также у нас вот тут такая отделена зона для стирки белья. В общем, эта комната просто невероятно красивая. Я ее обожаю и люблю всем сердцем. Далее идет ничем не примечательная комната моего брата Стива. Я даже не знаю, что вам тут рассказать и показать. Ну, просто обычная комната мальчика. В принципе, как видите, сами тут нечем комментировать. Я думаю, что можно идти дальше. Тут у нас маленькая, но очень уютная и светлая комната моих родителей. Тут я тоже ничего комментировать не буду. Идемте снова дальше. Следом идет комната Хлои. Что тут происходит? Значит, чел не сошел с ума, когда говорил, что у нее тут полно животных. Так, нет, ребята, я вот это реально отказываюсь комментировать. Давайте-ка пойдем отсюда подальше и никогда сюда, в принципе, больше вообще не зайду. Ну и последняя комната, которая находится на третьем этаже этого дома, это моя комната. Добро пожаловать. Конечно же, это мое самое любимое место в доме. Итак, вот тут у меня такой красивый вход, где у меня есть такое небольшое место, где я могу делать что-то. Ну, не знаю, например, я бы могла тут читать книги, но книги я не читаю, поэтому не знаю, какой еще пример привести. Ну, а вот сама моя потрясающая, невероятная, уютная, красивая комнатка. И вы бы знали, как мне уже надоело видео озвучивать, потому что у меня нос заложен, и я думаю, вы это слышите по моему голосу, но я добью этот видос до конца. Итак, это моя рабочая зона, мой стол, где я делаю все свои уроки, все свои дела, все свои видео и так далее. Это мое спальное место, тут я, конечно же, лежу, отдыхаю, сплю. И я помню, что вы спрашивали, а зачем мне две кровати в комнате? Ну, ребят, вдруг у меня будет такое настроение, мне захочется поспать на втором этаже. Ну или, опять же-таки, если ко мне приходят мои подруги, то они остаются и ночуют прямо у меня в комнате. Да и к тому же, почему вы считаете, что кровать будет лишней? Мне кажется, что она никогда не будет лишней. Ну и в целом-то, вот такая вот у меня классная комната, если она вам нравится, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня там проходят разные интересные игры, за которые вы можете получить привет в моих видео. Также там проходят небольшие конкурсы, за которые вы можете получить ссылку на чат для коллабов со мной. Там я вам раздаю слова, вы озвучиваете мои видосы, я выкладываю их на ютуб. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!